Здравствуйте, друзья! Телеканал Ост-Вест, передача «Берлинские окна». Подписывайтесь на наш YouTube-канал. Всё, мы внимательно читаем, что вы нам пишете. Сегодня у нас в гостях Денис Шедов. Это юрист, аналитик правозащитных объединений ОВД-Инфо и Мемориал. Денис, привет! Спасибо, что время нашел к нам прийти. Рады, что тебя в Берлине тут застали. Ты тут не так давно, несколько месяцев, как я понимаю, на стажировке сейчас уехал из Москвы. Привет! Да, привет! Большое спасибо за приглашение. Очень рад быть у вас в студии. Да, ну, ты у нас в студии во время не очень веселая. Давай как-то постараемся сухо, неэмоционально, безэмоционально, коротко объяснить зрителям, которые не очень понимают, чем славны ОВД-Инфо и Мемориал, почему это важное объединение и что с ними происходит вообще. Давай начнем с Мемориала, как с более уходящими вглубь истории корнями. Она, по-моему, в 91-м же году возникла, или в 90-м еще? Ну, у Мемориала довольно долгая история. Это действительно одна из старейших российских вообще общественных организаций. Она была как объединение еще в позднее советское время. Впоследствии, когда появилось законодательное оформление для регистрации некоммерческих организаций, она была зарегистрирована одной из первых. И, собственно, существует практически на протяжении всего периода современной России. И изначально Мемориал — это было объединение действительно волонтеров, людей, которые хотели сохранить память о сталинских репрессиях, которые хотели вернуть имена жертвам этих репрессий, которые собирали по крупицам историю. Впоследствии довольно скоро стало понятно, что история про репрессии, к сожалению, это не только прошлое, но это и настоящее. И у Мемориала появилось второе направление деятельности, не только про память и историю, но и про юридическую помощь и помощь с политическими преследованиями, которые происходят здесь сейчас, в современной России. И так появился правозащитный центр Мемориал. Внимание, внимание, говорит Германия. Важная информация для подписчиков сетей Vodafone Unity Media. Сенсационное новогоднее предложение. Теперь 15 лучших и популярных каналов в новом пакете от DigiCabel Rus за 12,99 евро в месяц. DigiCabel Rus — это высокое качество и удобный сервис. Пропустили ваши любимые передачи? Не проблема, теперь есть возможность посмотреть их в записи. Все, что вам нужно сделать, это позвонить прямо сейчас в наш русскоязычный колл-центр и обновить ваш договор. Звоните 030-308-319-34 или пишите на электронную почту подписка at ostvest.tv DigiCabel Rus. Смотрим больше, платим меньше. Теперь давай к ОВД-Инфо. Чем эта организация занимается? Потом уже скажем, что с ними случилось. Окей, ОВД-Инфо — это, собственно, в сравнении с мемориалами, это совершенно молодой проект. Нам недавно исполнилось 10 лет. И изначально мы возникли как такое волонтерское движение для того, чтобы составить списки и сделать видимым вообще ситуацию с задержаниями на Болотной. И для того, чтобы люди, которые хотят найти своих задержанных близких, передать воду, еду, лекарства, знали, кто находится в каком отделении полиции. Потому что тогда это были одни из массовых задержаний в России. Очень знаковое событие. В какие-то дни больше тысячи человек в день, по-моему. Да, да, да. И, собственно, это такое волонтерское движение, которое возникло спонтанно, но впоследствии мы поняли, что задержание происходит практически каждый день. Мы довольно скоро создали горячую линию, куда может позвонить каждый человек, которого задержали, каждый человек, который столкнулся с... В каком этапе подключился сам? Я уже шестой год с ОВД-Инфо. Я вот присоединился где-то к серединке существования как раз в тот момент, когда начала появляться не только... Когда ОВД-Инфо начал становиться уже не только таким медийным проектом, который пишет о преследованиях, но и проектом, который старается помочь, находит юристов, оказывает юридическую помощь. И вот, собственно, я появился на этапе, когда создавалась юридическая помощь в ОВД-Инфо. Значит, мемориал уже несколько лет назад был признан иноагентом. Как я понимаю, это существенно усложнило его работу или не усложнило? Вот расскажи. Да, мемориал, собственно, опять же, из-за того, что мемориал — это такое сложное объединение, в котором несколько юридических лиц и несколько подразделений деятельности, то разные части мемориала признавались иноагентами в разное время. Но уже много лет мемориал, основные его части — иноагенты. Безусловно, это осложнило работу, потому что это черная метка, которая сама конструкция иностранного агента — это такая реинкарнация врага народа из советских времен. То есть она должна сигнализировать, по мнению властей, сигнализировать обществу, что это что-то недружелюбное, это что-то опасное, то, с чем не надо иметь дело. И, собственно, безусловно, такой ярлык, он осложнил работу. Во-первых, есть целый ряд формальных ограничений и необходимости сдавать дополнительную отчетность, необходимости, возможности дополнительных проверок. Все это огромная нагрузка, потому что никуда не девается обычная работа, никуда не деваются сотни людей, которым надо помогать, но при этом еще надо делать дополнительные отчеты, дополнительные проверки. И, кроме того, это, безусловно, сигнал для наших партнеров, особенно, может быть, из небольших городов, из небольших мест, которым сигнализируют, что с ними лучше не иметь дела. И это, безусловно, осложняет работу. А как ты лично оказался в этой правозащитной среде? Ну, в принципе, вот тот вуз, с которым ты был связан, высшая школа экономики, он как-то много оттуда идет, как и в госчиновнике, так и в правозащиту, как я понимаю. У тебя что это за путь был? Ну, в целом, мой образовательный трек, моя образовательная траектория, она была довольно специфичная. Я учился на юрфаке, но моим направлением специализации были история, философия, право. То есть, мне транслировались ценности права, добра и справедливости, и довольно скоро я осознал, что в современной российской правовой системе не так много мест, где можно реализовать эти ценности. Эти ценности хорошо транслировались, качественно, то есть во время обучения. Да, я благодарен тому, что это было так. Это продолжает быть так? То есть, вот сейчас, когда учат, до сих пор правильно, или там тоже что-то изменилось, как ты думаешь? К сожалению, я в какой-то момент потерял связь с университетом, в котором учился. Я некоторое время учился там в аспирантуре и впоследствии работал, но последние годы я не связан с университетом, и здесь мне трудно сказать, что именно происходит, потому что я не очень актуально слежу за ситуацией, но, например, тех студентов, которые приходят к нам волонтерить, а таких очень много, или студентов, которые просятся к нам на стажировки, приходят, или которые студенты после окончания вуза приходят к нам работать, мне радостно видеть их настрой, их качество, знания. Еще верят. Да, и какой-то общность ценностей. Но ты понимал, что богатым человеком ты вряд ли станешь с таким профилем деятельности. Ну, не пошел же ты в адвокаты каких-нибудь, не знаю, миллионеров? Ну, это скорее, да, вопрос каких-то приоритетов. Мне довольно важна публичная сфера, мне важно, что происходит в обществе, в сообществе, которому я принадлежу. Мне очень важно, чтобы в важных для меня сообществах действовали правила справедливости, чтобы люди могли ориентироваться на некоторые правовые нормы. И мне не так важны частные интересы, поэтому, собственно, сфера публичного права, сфера публичных отношений всегда для меня была интереснее. И здесь два пути. Есть путь идти в чиновники и пытаться реформировать систему, менять законы, организовать работу процессов. Либо путь как раз-таки в общественные организации и пытаться доносить голос низовых сообществ как раз-таки для широкой публики и для тех же самых чиновников. А есть какие-то однокурсники, которые пошли в чиновники? Как они себя чувствуют? Да. Конечно, общаетесь вы? Да, безусловно. У меня есть однокурсники, знакомые, которые чиновники. С кем-то общаюсь, с кем-то меньше общаюсь. Но здесь еще вопрос даже, может быть, не столько в профессиональном треке, сколько вообще в организации жизни, потому что очень часто какие-то связи у нас сильны с теми людьми, с которыми у нас есть совместная деятельность, общение. А в какой-то момент с кем-то мы теряем просто общее пространство для общения, встречаясь там на встрече выпускников. Но такого водораздела нет, что ты считаешь, что вот вы там пошли режиму служить, а они тебе говорят, что вот ты пошел куда-то там в иноагенты, продался. Нет, я такого в своей жизни не встречаю и не разделяю такой позиции. Хорошо. Можешь ли ты сказать, что за последние несколько месяцев твоя профессиональная жизнь кардинально изменилась? Вот с этими судами, иноагентскими статусами и так далее. То есть мы как-то пытаемся переварить, что вообще произошло. Да, хороший вопрос. На самом деле, мне кажется, что, безусловно, изменился, может быть, не глобальная жизнь, но и ход работы, потому что в целом никуда не делись те проблемы, с которыми я занимался. А в частности, последние годы я занимался анализом того, что происходит с свободой собраний, что происходит в этой сфере и в других сферах политических преследований, например, свободы выражения, религиозных свободах. И этот объем работы никуда не ушел. Но вот сейчас, в последнее время, в связи с попытками ликвидировать мемориал, безусловно, я и мои коллеги, и вообще в целом очень многие правозащитники, СМИ, общественные деятели в России, не только в России, они мобилизованы на то, чтобы, собственно, сделать видимым это возмущение атаками на гражданское общество. Тебе в какой-то момент не страшно будет сейчас возвращаться в Россию, потому что правовой статус организации, которым ты принадлежишь, которые твои работодатели, он непредсказуемый, как я понимаю, или предсказуемый с отрицательным знаком, что они там запрещаются. Это не пугает тебя, как тебе кажется? Ну, здесь мне, наверное, помогает какой-то мой юридический бэкграунд. Я до сих пор не потерял какую-то веру в правовые нормы и в какую-то работу права. И я полностью абсолютно уверен, что я и мои коллеги, мы работаем абсолютно легально, что у нас нет никаких нарушений, которым можно придраться. Что касается каких-то того, что можно назвать произволом, то от него просто никто не застрахован. Поэтому здесь я не чувствую себя небезопаснее любого человека, живущего в том месте, где возможен произвол. В твоей работе есть какой-то патриотический аспект? То есть ты можешь сказать, что есть во мне это, какой-то патриотизм, почему нет? Или это просто правовая коллизия какая-то, которую ты расследуешь по мере сил? Для меня очень, безусловно, для меня очень важны те сообщества, с которыми я работаю и для которых я работаю. Последние годы это сотни и даже тысячи людей, которых задерживают на публичных мероприятиях. Люди, которые хотят выйти и мирно выразить свое мнение, сказать властям и обществу, что мы здесь, мы видимы. И я чувствую некую солидарность с этими людьми в том плане, что мне кажется, что у каждого человека есть право выразить себя, есть право выйти и выразить мирно себя вместе с другими людьми. Также мне очень хочется, чтобы в российском обществе эти права не были пустым звуком, чтобы людей не задерживали, чтобы люди чувствовали себя комфортнее. И огромное количество ресурсов, которые идут у всей этой системы по задержаниям, по репрессиям, они шли на позитивное развитие, на развитие экономики, на развитие социальных проектов, а не на то, чтобы преследовать людей за реализацией их права. Тебе не кажется, что российская власть воспользовалась вот этой общей трагедии, пандемии, для того, чтобы немножко подавить выступление оппозиции, чтобы еще более ограничить свободу собраний, которым ты и занимался. Ну здесь я боюсь перейти грань с занудством, потому что последние как раз полтора года пандемии это было в фокусе моего анализа, анализа моих коллег, именно что произошло с гражданскими правами и свободами, в первую очередь свободой собраний на фоне пандемии. И мы видим, безусловно, и пишем об этом, что произошло многое. Действительно, как ты говоришь, власти чем-то воспользовались. Например, за прошедшее время пандемии довольно неплохо была развита система распознавания лиц. И, например, в Москве мы видим и в других городах России, мы видим, что многих участников протестов людей выявляют по камерам уличного наблюдения. А насколько Москва имя охвачено? Это просто для нас в Берлине, да, то есть мы знаем, что камеры наблюдения стоят только на остановках общественного транспорта, из-за чего каких-то там, вот, там, полтора года назад маньяка ловили, насильника в Гроневальде, и в том числе не могли его поймать, потому что нет камер. Да, вот одна, на одной камере на остановке его случайно увидели, и потом, собственно, не могли поймать. Поэтому из Берлина вот это вот обилие камер действительно так много. Действительно, всю Москву, весь центр или какие-то окраины, они охватывают? Как там сейчас ситуация? В Москве очень много камер наблюдения, причем они довольно разные. Есть некоторые, которые относятся к городскому управлению, есть некоторые, которые относятся к частным компаниям, например, наблюдения за каким-нибудь магазином или офисом. Но так или иначе, в центральных частях довольно много камер наблюдения. И мы видим, что вся эта инфраструктура, она может использоваться в том числе и для политических репрессий. И вот совсем скоро, буквально через неделю или полторы, мы опубликуем большой доклад, большое исследование ОВД-инфо, над которым работали последние месяцы, про то, как как раз используется система распознавания лиц для преследования политически неугодных людей, людей, которые реализуют право на свободу собраний. Я думаю, что мы довольно скоро это опубликуем. Ну, технический момент. Вот у меня, допустим, есть твоя фотография. Я завожу ее в систему, которая приключена к камерам. Как только ты появляешься где-то на московской улице, у меня сразу загорается лампочка. Так это можно себе представить, если совсем грубо. Ну, глобально это может работать по-разному. И там есть разные способы использования. С одной стороны, это может быть действительно встроено, может быть, какой-то базы изображений людей уже изначально, и настроить систему так, чтобы она находила каких-то определенных людей. С другой стороны, это может быть история про то, что есть изображение какого-то определенного человека, и хочется, например, собрать досье за последнее время. О, так это работает и в прошлое. То есть можно проследить твои передвижения за последний год условно. Ну, вот что касается года здесь, у меня нет таких фактических данных. Но вот недавно в Москве был год назад довольно скандальное дело, которое сейчас обжалуется в судах коллегами из организации Роскомсвобода. Женщина обнаружила в одном из чатах предложение пробить по лицу любого человека. Она решила выяснить, что это такое, заплатила какую-то небольшую сумму, около 200 евро, и послала свою фотографию. Через несколько дней ей прислали досье за месяц, где ее вот по этому изображению нашли. Сейчас это дело обжалуется. Нескольких сотрудников полиции привлекли к ответственности. Но вот как раз коллеги добиваются введения моратория на систему распознавания лиц, потому что власти не могут обеспечить сохранность тех данных, которые собирают. Ну да, с такими сливами. То есть, окей, мы поняли, что технически власть сейчас обеспечена отлично. В общем, если тебя кто-то захочет найти или на какой-то митинг не пустить, у них это получится, хотя мы подозреваем, что получалось неплохо все последние годы. Хорошо. Вот еще хотел с тобой один вопрос затронуть. Вот это вот правило иноагентов. Тебе не кажется, что оно во многом как бы вынуждает людей вот такими иноагентами становиться, которые до этого никакими, естественно, иноагентами не были? Нет, это клеймо, но СМИ какие-то закрываются, правозащитные организации какие-то закрываются, люди уезжают, люди становятся политыми грантами, уезжают куда-то в Грузию, в Балтийские страны, в Польшу, в Германию, куда угодно. И действительно, что им остается делать, как-то встраиваются уже в зарубежные какие-то системы. То есть, вместо того, чтобы с этой практикой покончить, она наоборот эту практику вызывает. Ну, здесь я не совсем уверен в том, что, ну, то, что корректно называть людей, которые, скажем, эмигрировали и продолжают свою деятельность иностранными агентами. Нет, совсем не корректно. Мне кажется, они как раз наоборот агенты российского общества, российского гражданского общества. Да, хорошее уточнение. Но в целом я вижу, безусловно, негативный эффект от всего этого законодательства. Причем неудобно на самом деле всем. И российскому обществу, которое теряет независимые СМИ, которое теряет правозащитные проекты, благотворительные проекты, которое теряет, ну, собственно, утечка мозгов, утечка специалистов и экспертов, которые уезжают, для российского государства, которое принимает тонны норм, там, сотни страниц, чиновники должны в этом разбираться, чтобы понимать, кого за что штрафовать. Тратятся миллионы рублей государственными СМИ для того, чтобы настроить автоматическую систему упоминания всех, кто инагенты, потому что СМИ должны упоминать закупки, госзакупки миллионные просто. То есть это еще и дорого, помимо того, что... Дорого, неудобно, и от этого страдают все. Страдает общество, страдает государство на уровне чиновников, процессов. В общем, страдают все. Сам Путин сейчас возмутился, сказал, что вот, не слышал ты, что вот дурацкое правило, что теперь даже в личных каких-то постах люди, иноагенты должны указывать вот эту вот знаменитую фразу о том, что они иноагенты. Да, и вот как-то даже Путин что-то сказал по этому поводу. Хотя, как бы, да, вопрос, кто это все инициировал. Ну вот, собственно, как раз руководствуясь тем, что некоторое время назад ОВД-Инфо совместно с Медузой, это большое СМИ в Россию, у которого большой охват, и с большим количеством других некоммерческих организаций СМИ запустили петицию за отмену как раз-таки полностью законодательства об иноагентах. Ее поддержали больше 250 тысяч людей. Для российского общества это огромные цифры, потому что петиции не очень популярны у нас. Многие считают, что она изменит, но ее поддержало огромное количество людей. И вот буквально вчера мы передали эту петицию в Государственную Думу, в Совет Федерации и уполномоченному по правам человека. А были прецеденты, когда петиции что-то действительно меняли? Мы считаем, что, собственно, мы должны создавать такие прецеденты. И вот вместе с этой петицией мы подали разработанный законопроект о полной отмене иноагентства с обоснованием, где привели аргументы, разложив по полочкам все негативные эффекты для общества, государства, экономики. И ты, и твои коллеги, они пытаются с российским государством коммуницировать, исходя из презумпции такой рациональности, то есть как с рациональным субъектом, приводя рациональные аргументы. Это единственный способ, как ты считаешь, как можно чего-то добиться? Ну, мы используем те средства, которые возможны в публичном и правовом поле. Собственно, мы обладаем довольно большой экспертизой, потому что мы уже несколько лет наблюдаем за тем, как происходят те или иные нарушения прав людей в России. Мы внимательно вычитываем законы, следим за практикой, собираем данные по крупицам и, собственно, делаем это публичным, публикуем, рассказываем российскому обществу и пытаемся использовать все каналы связи с российскими властями. Пишем обращения, подаем петиции. А вы знали, что у телеканала Оствест есть свое собственное приложение для удобного просмотра ваших любимых передач с любого устройства? Заходим в Play Store на Android или App Store на Apple и вводим в поиски Оствест. Если у вас еще нет аккаунта, то кликаем на кнопку регистрации и создаем аккаунт. Для оформления подписки прямо из приложения достаточно нажать на кнопку «Профиль» в правом нижнем углу нашего приложения и затем нажать на «Подписки». Далее выбираем тариф и оплачиваем при помощи PayPal. Если у вас нет PayPal, то попросить родных у них наверняка найдется. Готово! Теперь вы можете начать смотреть Оствест одним нажатием. Оствест с вами. Где бы вы ни находились. Писатель Дмитрий Быков сейчас написал такой вот пост, что он тоже разошелся, или статью даже в собеседнике, не помню. О том, что мы находимся в конце этого года там, где находимся, но через год ожидает он, ребята, не бойтесь, все будет лучше. Каким-то образом закрученные гайки опять немножко ослабят. Есть ли основания для таких надежд? Как ты считаешь? Мне очень близко, близок оптимистичный настрой, и я тоже в целом смотрю с оптимизмом будущее, и меня на самом деле довольно сильно воодушевляют те изменения, которые я наблюдаю в российском обществе. Например, несколько лет назад просто были невидимы, немыслимы такие масштабы мобилизации. Последние годы, например, я часто встречаю истории, когда люди, ну, мне больше видно юридическое сообщество, юристы, которые работают, скажем, в корпорациях, в бизнесе, берут отпуск, приходят и говорят, мы хотим волонтерами помогать задержанным людям или помогать писать жалобы в Европейский суд по правам человека. Вот мы взяли отпуск, хотим поработать и помочь людям, либо там мы договорились, что один день в неделю мы будем помогать. И таких историй нам очень много. И мне кажется, несколько лет назад это было еще немыслимо, потому что история про то, чтобы помогать кому-то, она была не очень популярной. А сейчас, мне кажется, что в российском обществе мы видим изменения, и появляются те самые горизонтальные структуры, появляются проекты помощи друг друга. То есть под прессом что-то происходит? Гражданское общество или создается, или развивается? Мне кажется, что здесь я не берусь сказать, под прессом это или нет. Мне кажется, без пресса, безусловно, было бы лучше. Но так или иначе, у российского общества есть неплохой потенциал для того, чтобы помогать друг другу. Спасибо тебе большое. Давай на этом более-менее душеспасительном и позитивном выводе, наверное, и закончим. Да, отлично. Ну вот. Спасибо тебе, удачи тебе и здесь, и по возвращению в Россию. Да, действительно, уже в нашей среде, забыл сказать, что является, ну, не то что правилом хорошего тона, но какой-то даже чуть ли не такой, знаешь, социальной гигиены, когда ты часть какой-то там своей зарплаты переводишь ОВД-инфо или Медузе, или кому-то еще из иностранных агентов и так далее. Это ты тоже замечаешь, по-моему, по своей собственной практике. Ну и часть этих денег, собственно, оказывается, в конце концов, вот у таких людей, как ты, которым хоть зарплату какую-то платят за то, что они делают. Да, большое спасибо за поддержку вообще всем неравнодушным. Вам, друзья, тоже спасибо, и увидимся через неделю.